Часть первая. Пензанс. Глава первая. На хвосте дракона. Несмотря на название главы, которое вы уже, несомненно, увидели, а некоторые самые пытливые читатели сумели даже нафантазировать, что тут будет, речь в ней пойдет не о драконах, ну, по крайней мере, не в привычном для всех понимании, даже не о хвостах, которые, безусловно, тоже достойны внимания, а об одном маленьком городке на юго-западе Англии, где и началась история, которую я хочу вам поведать. Если посмотреть на карту Англии, то можно заметить, что очертания туманного альбиона похожи на дракона, стоящего на задних лапах, разинутая пасть которого является собой залив Мори Ферд, а на самом кончике хвоста находится городок под названием Пензанс. Пензанс – портовый город графства Корнволл. Он имеет долгую и интересную историю, и если бы я задался целью поведать вам ее, то в ней нашлось бы место и бербергским пиратам, и испанским завоевателям под командованием Дона Карлоса де Амескиты, и чуме, выкосившей десятую часть населения, и природным напастям видит цунами и землетрясений, в общем, всему тому, что так увлекает мальчиков и совершенно не интересует девочек. Я же хочу привлечь ваше внимание к одной, на первый взгляд, самой обычной семье – семье Петерсов, проживавшей в этом городе по адресу улица Литейная, 26, дробь 28. Нет, тут не было никакой ошибки. Не думайте, что строители города не умели считать и не знали, какую цифру присвоить этому строению. Дело было в том, что дом, где жили Петерсы, стоял на углу двух самых высоких улиц города, прямой, как стрела, портовой и распадающейся на тропинки, лазейки, подворотни и просто глухие тупики Литейной улицы. Поэтому по Портовой дом Петерсов был 26, а по Литейной – 28. Район их менялся, и в некоторых местах вместо домов торчали остатки кирпичных стен бревна, и все это было заброшено, покрыто бурьяном в человеческий рост и являлось, помимо прочего, пристанищем для портовых котов. День и ночь несущим свою службу в городе. Котов в Пензанце было огромное множество. Складывалось впечатление, что их везли сюда со всего мира. Рыжие, белые, черные, серые, гладкие, пушистые всех возможных мастей и расцветок. Как и люди, коты подчинялись строгой иерархии. В каждом дворе был свой заправило. Его можно было узнать сразу. Как, спросите вы? Очень просто. По виду, напоминающему скорее члена парламента, нежели дворовое животное. Вот и на Литейном был свой главный кот, или главкот, а точнее главкотул. Так его звали все местные жители. Но вернемся к нашим героям. У Петерсов было четыре комнаты на втором этаже. В одной, самой маленькой, стояли две деревянные кровати. Окно разделяло комнату пополам, так что солнечные лучи очень удачно проникали сквозь открытую дверь. Дальше в коридор, мимо гостинной комнаты родителей, на другую сторону дома, через кухню, достаточно просторную, чтобы быть еще и столовой, и выходили во внутренний двор ровно в четыре часа дня. Здесь, во внутреннем дворе, между кирпичных стен висели веревки со стиранным бельем, стояли покосившиеся деревянные лавки, несколько сараев, сколоченных из каких попало досок, завершали участок, занятый жильцами дома, на литейный 26, дробь 28. Теперь, собственно, о самих жильцах. Петерсы, Джордж и Марта – некоренные жители Пензанса и появились в городе сравнительно недавно, около семи лет назад. Откуда они и по какой причине судьба их забросила на юго-запад Туманного Альбиона – неясно. Да и не спрашивал никто. В этих местах вообще редко интересуются прошлым. Люди сами показывают, кто чего стоит. Хотя, судя по говору, глава семьи откуда-то с севера, а его супруга и вовсе не из здешних мест. Проблем от Петерсов никогда не было. Более того, их приветливый нрав вызвал к себе расположение у горожан, которые с удовольствием приняли супругов в число местных обитателей. Отец семейства Джордж был молод и поджар. Чем он занимался до прибытия в Пензанс, точно неизвестно. Но, судя по осанке и повадкам, не исключена и причастность к военному делу. Здесь же, как и всем остальным жителям маленького портового городка, Джорджу, чем бы он ни занимался в прошлом, пришлось сменить профессию. Ему довелось поработать и докером, ну, то есть портовым грузчиком, и плотником на верфях. В итоге он нашел свое призвание в одной из многочисленных уличных пекарен Пензанса. Хлеб нужен всегда, а если он свежий и сделан с душой, то ценность его многократно возрастает. Так из обычного подмастерья за несколько лет Джордж Петерс дорос до владельца трех пекарен, разбросанных по всему Пензансу. Доход они приносили неплохой, но и работать приходилось с утра до вечера, что сильно отражалось на семье. Супруга Джорджа Марта, красивая темноволосая женщина, с чертами лица, скорее выдающими в ней южанку, нежели англичанку. Однако доподлинно об этом мы, наверное, никогда не узнаем. У Марты было две по-настоящему сильных страсти. Это семья и работа. Каждой из них она отдавалась без остатка, забывая обо всем на свете. И все было бы ничего. Многие так живут, но вот беда. Работу она выбрала себе далеко не самую заурядную. В отличие от своего мужа, Марта всю свою жизнь посвятила одному ремеслу. Правда, тогда это еще нельзя было назвать профессией в привычном для нас понимании. Океанология. Что это? Не пытаясь заморочить вам голову различными научными терминами, скажу проще. Это наука, изучающая подводные глубины, морских обитателей и их взаимодействие с землей и небом. Трудясь на этом поприще, Марта снискала славу профессионального исследователя и заслуженного специалиста в своем деле. Плодами любви Джорджа и Марты стали, как тому и полагается, два прекрасных ребенка. Старший сын Майкл и младшая дочь Эйша. Майкл, активный боевой мальчуган, унаследовал от матери копну черных, как смоль волос, а от отца крепкое телосложение, что даже в его девять лет выглядело впечатляюще. Практически постоянное отсутствие отца в доме в связи с занятостью и стремлением обеспечить достойную жизнь семья привело к тому, что мальчик вскоре стал испытывать острую нехватку мужского воспитания. Майкла манило море и приключения. В своих снах он был то адмиралом флота и ее императорского величества королевы Виктории, то безжалостным и кровожадным пиратом под началом давно почившего Фрэнсиса Дрейка. В общем, Майкл грезил тем, что всегда нравится мальчишкам в этом интересном и суровом возрасте. Одна беда – у отца всегда не хватало времени на то, чтобы вместе с сыном захватить вражеский форт или взять чужое торговое судно на абордаж. Он вечно работал, да и работа его была далека от идеала девятилетнего мальчишки. Ну, разве может настоящий мужчина печь булки? Конечно, нет. Поэтому со временем отношения между сыном и отцом стали скорее подчеркнуто официальными, нежели дружескими и доверительными. Сестра тоже была далека от образа напарницы бравого пирата. Сколько мама не уговаривала сына взять Эйшу с собой на прогулку, Майкл наотрез отказывался. И дело было даже не в том, что она была младше. Это как раз никак не вредило статусу сорвиголовы. На то были другие причины. Две веские причины. Первая – сестра не была мальчиком. Вторая – Эйша была девочкой. И несмотря на кажущуюся схожесть этих причин, суть их была совершенно разной. Эйша Петерс родилась через три года после своего брата и была не похожа не только на него, но и на своих родителей. Хоть это и странно, но действительно было так. В отличие от темноволосого и кореглазого семейства, Эйша была русой и голубоглазой. Мама объясняла это как временное состояние и обещала дочери, которая сильно переживала по этому поводу, что с возрастом волосы и глаза поменяют свой цвет. Но время шло, а Эйша темнеть не собиралась. Эйша была на редкость спокойным ребенком. Ее не привлекала романтика моря, как Майкла. Более того, она совсем не умела плавать. Виной тому стал один неприятный инцидент. Когда Эйше было четыре года, она уговорила отца взять ее с собой на работу в порт. Засмотревшись по сторонам, девочка оступилась и свалилась с пирсов в море. Утонуть ей, конечно, никто не дал, но воды наглоталась она изрядно, что совсем отбило охоту подходить к воде когда-либо. Пока Майкл изо всех сил старался стать мужчиной, Эйша у всех на глазах и без особого труда становилась, что называется, девочкой-девочкой. Помощь маме по дому, всевозможные рукоделия, наряды, танцы, этикет и безграничная любовь ко всему окружающему полностью затмевали сознание маленькой леди. Правда, предавалась она своим увлечениям совершенно одна. Местных девчонок и потенциальных подруг было немного, да и заботили их совсем иные проблемы. Поэтому зачастую Эйшу можно было найти в своей комнате, плетущей очередной браслет или бусики для мамы. Марта была для дочери самой главной, верной и единственной подругой. С ней можно было поговорить обо всем, не боясь, что над тобой будут смеяться, научиться чему-то новому и полезному, а иной раз и поплакать, если опять Майкл заденет. Правда, единственный вопрос, с недавних пор интересовавший Эйшу, как познакомились ее родители, так и оставался невыясненным. Мама разок проболталась, что это было очень опасное приключение, хотя и романтичное, но Джордж запретил об этом разговаривать с детьми и больше Марта не сказала ни слова. Однако Эйша не теряла надежды узнать всю правду. Вот такой была семья Петерсов, проживавшая в небольшом портовом городке на юго-западе Англии. Надеюсь, я вас не очень сильно утомил описанием, но без него совершенно нельзя обойтись, иначе цель и значение поступков наших героев вам покажутся слишком странными. Ну а теперь перейдем, собственно, к самой истории. Субтитры создавал DimaTorzok